Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на мероприятии, организованном Ассоциацией студентов. Имею честь представить вам нашего уважаемого гостя. Не буду перечислять его регалии, должности, которые он занимал, иначе это займет добрую половину нашей с вами встречи. С нами легенда Вячеслав Иванович Трубников. Вячеслав Иванович, выпускник нашего института, и мы благодарны ему за то, что он нашел время выступить перед нами студентами. Хочу сказать, что я очень признателен вам за то, что вы меня сюда позвали, пригласили. Я честно могу сказать, что всегда с трепетом вхожу в двери Альма-Матер, хотя Альма-Матер для меня это дом у Крымского моста. Но тем не менее, уже после этого времени, уже будучи директором службы внешней разведки, мне доводилось здесь выступать перед студенческой аудиторией, рассказывать о соотношении внешней политики и внешней разведки. всегда были очень интересные и неглупые вопросы. А для меня это был повод и возможность познакомиться с тем, чем живет родной институт, какого уровня и характера студенты в нем обучаются. Приходилось мне в качестве первого замминистра иностранных дел вручать здесь дипломы. Короче говоря, я никогда не утрачивал связь с институтом. И вот сегодня еще одна возможность подтвердить мою глубокую преданность тому учебному заведению, где вы сегодня обучаетесь. Ну, я хотел бы построить нашу встречу каким образом? Я скажу немного о том, чем я сейчас занимаюсь. Я недалеко ушел от внешнеполитической работы. И в ее научном ракурсе, в научном измерении, и в ее практическом, оперативном, я бы сказал, дипломатическом измерении. Хотя это второе измерение уже у меня происходит, как принято сейчас говорить, на втором треке, на общественных началах в рамках общественных организаций, общественных движений, что не делает менее интересным эту часть нашей внешнеполитической активности. Около полутора лет тому назад на базе Мюнхенской конференции по безопасности была выдвинута так называемая Евроатлантическая инициатива безопасности, Евроатлантик Секьюрити Инициативе. Была создана трехсторонняя комиссия, сопредседателями которой стали Игорь Сергеевич Иванов от России, сенатор Сэмнан от Соединенных Штатов и видный западный, прежде чем немецкий дипломат, Вольгланд Ишингер, который представляет Европу, а в данном случае, в случае моем, он представляет НАТО, скорее, чем Европу. Вот эта комиссия, куда вошли на общественных началах представители Европы, Америки и России, она определила для себя главной задачей выработку принципов построения евроатлантического сообщества безопасности. Это не институт, это не организация, это скорее процесс, это скорее движение в направлении создания бесконфликтной территории на нашей земле. Сегодня эта территория не определяется никакими границами, североатлантическое пространство, каждым может толковаться в расширительном смысле, в более узком. Ну, насколько я понимаю, сегодня своих европейских и американских партнеров, они предпочли бы это пространство ограничивать уральским хребтом. Но, поскольку Россия это евразийское государство, и мы не можем себя отделить, точно так же, как мы не можем делить мир, делить безопасность на какие-то отдельные регионы, отдельные куски, и поэтому евроатлантическая комиссия по вопросам безопасности, это, в принципе-то, открытое сообщество. И мы готовы к участию в нем, в дискуссиях, и представителей Азии прежде всего, потому что в любом варианте, если сегодня мы обсуждаем вопросы евроатлантической безопасности, азиатско-тихоокеанская безопасность не менее важна, с учетом того, что и в том регионе есть гигант Китай, есть ядерные государства Индии, Пакистан. И вопросы азиатско-тихоокеанской безопасности, если сегодня еще не сформулированы как задача, то я уверен, что недалеко то время, когда, наверное, вот эта инициатива евроатлантическая, она будет подхвачена и в Азии, в азиатско-тихоокеанском регионе. Я полагаю, что на регулярном традиционном саммите, который проводит в Сингапуре так называемый диалог Шангрела, проводит Международный институт стратегических исследований, бывший лондонский институт, эта тема, наверное, евроатлантической безопасности уже будет каким-то образом в этом году, в июне месяце, звучать как инициатива, которую, наверное, надо поддержать и в Азии. В рамках этой комиссии созданы четыре группы, которые занимаются вопросами военно-политическими, экономическими, общими вопросами безопасности и новыми вызовами и угрозами. Ваш покорный слуга принадлежит к группе военно-политической, в центре внимания которой оказалась на сегодняшний день исключительно важная, исключительно интересная проблема, которая в полный рост встала после Лиссабонского саммита НАТО, где участвовал наш президент. И на этой основе была создана в рамках этой группы подгруппа по совместной системе противоракетной обороны России и НАТО. Сопредседателем которой с российской стороны является ваш покорный слуга. От американцев, там бывший советник по нацбезопасности у Буша Стивен Хэдли. И от Европы, от НАТО, бывший министр обороны Германии Фолькер Руи. Мы опираемся на солидный аппарат экспертной поддержки, где участвуют очень активно видные военные, в том числе бывший начальник главного разведывательного управления генерал-армии корабельников, бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Есин, бывший начальник международного управления Министерства обороны Евгений Петрович Бужинский. Вот люди такого уровня. Приблизительно такого же уровня эксперты участвуют и со стороны НАТО, со стороны Соединенных Штатов. Надо отметить, что мы не связаны никакими официальными установками. Это огромное благо, поскольку аналогичные дискуссии, аналогичные разговоры проходят и на нескольких официальных уровнях по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел, по государственной линии в целом. Но, безусловно, эти переговоры, эти беседы, они ограничены жесткими директивными рамками. Чем мы никак не связаны. У нас нет никаких табу. Мы обсуждаем проблему в том виде, в котором ее каждый из нас видит. И надо сказать, что вот к сегодняшнему моменту, проведя несколько очень серьезных встреч, которые идут один-два дня, и завершаются созданием определенного документа нашего внутреннего пока пользования, мы идем и нарабатываем комплекс предложений, которые хотели бы доложить на встрече Совета России и НАТО в июне этого года. Мы считаем, что, возможно, наш вклад, он может определенным образом повлиять и на ход официальных переговоров, и на выработку в конечном итоге официальной позиции. Нам удается находить по многим вопросам компромиссные варианты. И в результате, после выработки принципов построения евроатлантического сообщества безопасности, выработки принципов и подходов к созданию совместной, а мы ее называем совмещенной системы ПРО, системы противоракетной обороны, мы сейчас практически завершаем разработку, будем говорить так, определенной архитектуры этой самой совмещенной системы ПРО. И надо сказать, что-то у нас уже вытанцовывается, что-то получается. Я в общих чертах могу об этом сказать, поскольку мы договорились до конца мая, до нашей московской встречи. В общем-то, ничего особо в деталях в общественное мнение не вбрасывать, чтобы не будоражить ни ход официальных переговоров, ни в целом не вносить сумятицу во взгляды на эту проблему. А сумятица, она объективно существует, поэтому мы рассчитываем на то, что когда у нас будет какой-то готовый продукт, может быть, он эту сумятицу немножко успокоит. Мы исходим из того, что независимо от того, какая это будет совмещенная система, каждое государство и объединение, военный блок НАТО, мы имеем суверенное право защищать свою территорию теми средствами и методами противоракетной обороны, которые у нас есть на сегодняшний день и которые мы выстраиваем дальше. Это не вопрос единой кнопки управления, единой системой противоракетной обороны. Здесь, наверное, я беру на себя смелость разойтись с тем, что совсем недавно сказал Сергей Борисович Иванов о нашем праве доступа к единой кнопке управления системой противоракетной обороны. Нет, это не совсем так. Тогда мы никогда не договоримся. Мы пришли к тому, что не мы были первыми на этом пути, но предшествовавшие попытки создать что-то на этом направлении, на направлении в сторону совместной обороны от ракетных ударов потенциальных негодяев, как американцы говорят, государства изгоев. Мы, в общем-то, здесь достигли определенного понимания. И на сегодняшний день речь идет о ракетах, будем говорить так, средней дальности, которыми ни США, ни Россия не располагают, и поэтому наши интересы здесь никак не затронуты. И эта дальность для нас ограничена радиусом 4,5 тысячи километров. Вот это то, о чем мы согласились. Есть определенные сложности выработки вот этой самой архитектуры совместной системы противоракетной обороны. И основными возмутителями, что ли, спокойствия являются государства Прибалтики, Польши, теперь уже Болгарии, Румынии. То есть это неофиты в рамках НАТО, которые встали на дыбы, когда услышали термин секторальная система противоракетной обороны, поскольку их встревожило то, что Россия вновь может оказаться ответственна за тот сектор, где находятся страны Прибалтики, Польши. И как бывший польский министр обороны Януш Анушкевич, который принимает участие в работе нашей группы, как он подчеркнул, мы считаем себя полноправными членами НАТО, и пятая статья устава НАТО должна работать в полном объеме. Нам защита со стороны России вроде бы никак не нужна, мы не в Варшавском договоре. Вот это вот, понимаете, синдром пребывания в Варшавском договоре над ними все еще давлеет, и они все еще, так сказать, стремятся быть святее Папы Римского, и их приходится очень и очень серьезно убеждать в том, чтобы они не занимали позицию такую обструктивную и содействовали нахождению взаимопонимания между старыми членами НАТО, России, Соединенными Штатами. И, кстати, мы вот в этом сегменте, мы общий язык находим достаточно быстро. Почему? Потому что все-таки использовать нынешний шанс и сделать шаг по пути выстраивания климата доверия в отношениях между бывшими противниками в холодной войне. Этот шанс сегодня упустить просто нельзя. Я имею в виду внешнеполитическую доктрину администрации Обамы. Вот этот шанс, особенно если Обама будет и президентом второго срока, он может реально вести нас все-таки к созданию реального климата доверия. Вот участники нашей комиссии, особенно нашей подгруппы, при нами, ставят вопрос так, но мы находимся в таком, каком-то заколдованном кругу. Заниматься решением такой проблемы, как создание совместной или совмещенной противоракетной обороны, безусловно, требует значительной степени доверия. Но, с другой стороны, без этой работы, именно сложной, тяжелой работы, плечом к плечу, в спорах, в очень острых дискуссиях, никогда не возникнет климата доверия без этого откровенного, серьезного участия. Ну вот мы пытаемся, так сказать, по этому кругу ходить, ну и в результате убеждаемся в том, что вот климат доверия, во всяком случае, между участниками нашей группы, этот климат доверия, он уже появляется. И я очень был рад, когда наши западные партнеры откликнулись на мою инициативу провести одно из наших заседаний, одну из наших встреч в Риге, с тем, чтобы поговорить и с представителями латвийского руководства, с Прибалтами, поскольку к нам приехали и из Эстонии, вот, поляки. И надо сказать, что наши западные партнеры, они достаточно убедительно разъясняли Прибалтам и поляку их, будем говорить так, надуманные сегодня опасения, приводя, в частности, в качестве примера, то, как мы разруливаем сегодня сложнейшие вопросы наших отношений с Польшей. Ну вот, и я, в частности, горжусь тем, что Анатолий Васильевич Туркунов в этом деле сыграл огромную роль вместе с представителями польской страны. И проблема Катыни, омраченная к тому же еще вот этой трагедией с самолетом, с разбившимся, она, тем не менее, для нас урок и урок позитивный, урок того, как мы все-таки пытаемся переступить через прошлое, и как нам это в определенной степени, я не хочу идеализировать ситуацию, все же удается. Поэтому мы смотрим на нашу работу в рамках этой группы, как на работу не каких-то идеалистов. Хочу сказать, что практически все участники вот этой вот группы, у нас в зависимости от занятости собирается от 18 до 22 человек, мы все рыцари холодной войны. К тому же не свидетели холодной войны, а рыцари холодной войны. Каждый из нас активно участвовал в этой холодной войне. Я в качестве разведчика, кто-то в качестве дипломата, кто-то в качестве министра обороны, кто-то в качестве самого активного военного, в частности, один из американцев, Чарльз Бойт, в прошлом министр ВВС, и в прошлом военный летчик, дважды сбитый над Вьетнамом и побывавший во вьетнамском плену. И, кстати, вот с его стороны заметно очень хорошее понимание новизны ситуации и того, что нельзя упустить вот этот самый момент, который называется в наших отношениях с американцами перезагрузкой. А я бы сказал, что очень удачное стечение обстоятельств, когда у кормила власти и в нашей стране, и в Соединенных Штатах стоят люди, не отягощенные активным участием в холодной войне. Но предложить пути выхода из этих тупиковых ситуаций, которые еще временами возникают и сохраняются, отказаться даже от семантики, от терминологии периода холодной войны, пожалуй, в состоянии только сделать мы. Это действительно те, кто активно в этой холодной войне участвовал. Ну вот, например, для тех из вас, кто английский знает, я уверен, наверное, все знают, ну вот, nuclear deterrent. Это термин, это термин, классический термин периода холодной войны. И если мы будем его постоянно сейчас использовать, мы волей-неволей будем все время подразумевать, что существует какое-то, так сказать, какое-то намерение либо у США, либо у нас где-то когда-то на каком-то этапе вот этот все-таки deterrent, так сказать, задействовать, если придется. Но все равно, если американцы говорят, что Россия для США не враг, тогда термин deterrent, который относится к противнику или к потенциальному противнику, это неверный термин для сегодняшнего дня. Поэтому мы тоже даже пытаемся что-то отковать новое, характеризующее наш ракетно-ядерный щит. Это точно так же, как и американцы. Вот, например, мне вполне по вкусу это то, что мы пытаемся в порядке обмена, обсуждений, дискуссий отковать как общий язык нашей группы. Ну, мы можем говорить о missile, nuclear, security potential. Это то же самое, но, безусловно, не имеющее такого остро-негативного подтекста. Ну, ждем конца мая, когда мы встретимся вот в Москве 30-31, это будет последняя встреча нашей группы, на которой мы поставим точку над отработкой трех документов, включая предложение по архитектуре этой самой структуры противоракетной обороны, если нас, конечно, не собьют наши прибалтийские и польские коллеги. Речь идет о чем? О том, что они уже сейчас вот хотели бы, чтобы на картах с обозначением существующих угроз и способов ответа на эту угрозу, уже где-то у берегов Калининградской области, допустим, то есть в Балтийском море, находилась американская система ИДЖИС, а это система морского базирования, обладающая потенциалом перехвата наших полистических ракет стратегического назначения, против чего мы категорически протестуем, и, похоже, мы вышли на правильный принцип, то есть разработка систем, практическая разработка систем противоракетной обороны должна отвечать масштабу тех угроз, которые сегодня существуют в мире, которые потенциально могут завтра возникнуть, но никак, не послезавтра, не дальше и не больше. Поэтому на данном этапе мы не обсуждаем четвертую фазу американской, так сказать, пофазной системы, и я думаю, что мы, дай бог, и так никогда к этому не подойдем, потому что исключительно дорогостоящая вещь, в которой европейские партнеры, в общем-то, не очень склонны участвовать и вкладывать туда деньги. Это тоже вопросы очень и очень серьезные, но я думаю, что при наличии доброй воли, особенно политической воли руководителей двух стран, руководства НАТО, которые весьма консервативны, мы вот только что в Брюсселе встречались с натовским руководством, с бюрократией натовской, да, это люди достаточно консервативны, и даже на их фоне практически все участники нашей группы, они выглядят просто исключительно прогрессивными людьми. То есть предстоит проделать, наверное, очень большую работу с натовской бюрократией. Но для того вот мы и готовим к встрече Совета России и НАТО в середине июня наши предложения, предложение вот этого второго трека. Вот то, чем я сегодня занимаюсь. А в принципе я работаю в Институте мировой экономики международных отношений, приближение к науке, до которой у меня никогда не доходило, не находилось ни времени, не доходили руки, ну вот, и я с удовольствием занимаюсь, на вопросах международной безопасности. И естественно, как страновед, как индолог, проблемами Южной Азии в полном объеме. Меня это очень удовлетворяет, я, честно говоря, уйдя на пенсию, остаюсь занятым, пожалуй, не меньше, а столько же, сколько, когда я находился и на службе в СВР, и на дипломатической службе. Ну вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать вот о себе на сегодняшний день. А так, добро пожаловать с любыми вопросами, на которые я постараюсь ответить, если смогу. Ваши мнения, насколько, как вы считаете, сокращение верного конкурсала, которое сейчас происходит в долгосрочной перспективе, может угрожать безопасность нашей страны, в зоне того, что сейчас активно разбывается со стороны Америки высокоточное оружие и новое вооружение, причем в оси, в этом смысле. Вы знаете, эта проблема, она не остается вне сферы нашего внимания, и идут, я бы сказал так, первичные консультации по поводу определения предмета будущих дискуссий по поводу нестратегического вооружения, которое включает в себя ядерные ракеты тактические, включает в себя высокоточное оружие, и новые виды вооружения, которые не относятся к разряду ядерных. Это исключительно сложные проблемы. Поэтому мы хотели бы сегодня не отягощать то, чем мы сегодня занимаемся с НАТО и США, ракетами дальности до 4,5 тысяч километров, вы сами понимаете, что это в основном американцы, они европейцев тоже в это русло направляют, это потенциальная угроза с юга, они имеют в виду Иран прежде всего, сейчас очень много разговоров о Сирии, я не случайно упомянул Азиатско-Тихоокеанский регион, ведь проблема северокорейская, она же и не снимается с повестки дня. Так что вот эта тема, тема нестратегических вооружений, она, будем говорить так, свое место в общем переговорном процессе занимает. И, конечно, мы не склонны идти на сокращение нашего ракетно-ядерного потенциала за счет уступок в сфере, допустим, тактических ракет. Понимаете, здесь мы асимметрично подходим, американцам не нужны тактические ракеты, если говорить о проблеме защиты собственной территории. Это, скорее, вопрос Европы. Поэтому вот эту сложную проблему мы хотели бы чуть-чуть отложить с тем, чтобы ее уже обсуждать в более приятном, в более комфортном климате. То, о чем я говорю, климат доверия. То, что разрушает основу любых взаимоотношений. Если отсутствует доверие, прийти к какому-то разумному решению, в разумительному ответу на любую угрозу, очень-очень сложно. Всегда подспудно будет, так сказать, где-то существовать мысль о том, а вдруг он. Вот и все. Так что я думаю, вы правильно поставили этот вопрос, это острый вопрос. Но мы не хотели бы сейчас его сваливать в одну кучу с тем, что, в принципе, мы уже сегодня могли бы решить. А если мы договоримся о возобновлении обмена данными, мониторинга запусков ракет, если мы создадим, или, вернее, мы воссоздадим центр здесь, в Москве, который существовал, который работал, вот, центр обмена данными, если мы возобновим виртуальные учения, я думаю, вот эти вещи, они уже дадут возможность и нашим военным, военным НАТО, военным США работать бок о бок и в центрах обмена данными, и в оперативных центрах. Более того, вы знаете, мы договорились и о том, что не называя никак, вот, не упоминая секторальный принцип, который абсолютно не восприемлется в НАТО, вот, мы говорим о кооперативной системе, которая допускает при наличии соответствующих соглашений наше участие, допустим, в уничтожении ракеты, которая идет на Варшаву, понимаете, если мы ее не уничтожаем, уничтожает НАТО, то есть мы даже дважды фактически гарантируем ее уничтожение, вот, и мне кажется, что сегодня даже вот польские наши коллеги, они тоже над этим уже начинают задумываться никак над какой-то угрозой, ну, короче говоря, начинают понимать, что особо упираться-то нечего, вот. Так что, вот, эти принципы, о которых мы уже договорились, мы не хотели бы, чтобы сейчас был вброс того, о чем мы сегодня еще не договоримся, ни о высокоточном оружии, ни о тактических ракетах. Вопрос? Давайте с девушки начнем, вот. Вы знаете, выборы в США, это, в общем-то, вещь, которую спрогнозировать очень сложно, особенно с таким президентом, как Обама. Я достоверно знаю, что существует достаточно сильная и уверенная группа лиц, которая, безусловно, поддерживает и проводит в жизнь вот этот курс Обамы на перезагрузку отношений с нами, на более разумный подход к своему, так сказать, лидерству в мире, когда не все вопросы США сегодня могут решить в одиночку. И они это поняли, во всяком случае, на уровне президента Обамы и его сегодняшнего окружения. Вот. Но на уровне, я бы сказал, таком, что-либо того, протестные настроения против сегодняшнего американского президента исключительно сильные. республиканцы сегодня пока что не нашли, будем говорить так, достойного лидера в качестве противовеса кандидатуре Обамы у демократов. Они сейчас в поисках, они хотели бы найти кого-то, кто был бы, ну, достаточно популярен, чтобы скрестить мячи с Обамой. То, что рейтинг у Обамы недостаточно высок для того, чтобы сказать, что да, он будет президентом второй раз, это факт. Но, вот вы знаете, мне лично его стратегия очень импонирует. Вот, он начал практически с самой тяжелой проблемы, которую 30 лет не решала в США. Ну, это проблема закона о здравоохранении. На фоне того, что, в общем-то, экономика, безработица, в общем, казалось бы, заставляли его начать именно с этих проблем для того, чтобы свой рейтинг поддерживать на должном уровне. Он, так сказать, и сейчас выбирает не очень такие популярные направления своей активности, как попытка более справедливо налоговое бремя распределить, понимаете. Это тоже не всех радует. Тем не менее, вы знаете, вот, у меня было твердое убеждение, что он очень далеко смотрит вперед, когда занялся вот этим законом о здравоохранении. Вот в сегодняшнем мире, где экология повсюду, везде, всюду ухудшается, вы знаете, в конечном итоге на лидирующие положение в мире среди государств, которые сегодня находятся в первых рядах, будет занимать, конечно, то государство, у которое население здоровое. Понимаете, могут быть разрушены там авиапромы, автопромы, но если у России было бы очень здоровое население, если бы у нас была сильная демография, если бы у нас была приличная экология, если бы у нас здравоохранение не находилось в рейтинге на 137 месте, понимаете, вот, я думаю, что мы могли бы более уверенно смотреть свое будущее. Вот Обама над этим задумался, понимаете, и мне кажется, он очень правильно начал вот с этого, это его упрекали в популизме, в попытке завывать голоса цветного населения и так далее. Нет, мне кажется, он смотрел гораздо дальше, именно поэтому он преуспел в своей этой инициативе, понимаете. Но насколько это глубоко проникает в, будем говорить так, вот в эту фабрик американского общества, это трудно сказать. Люди, которые имеют возможность смотреть далеко и знать много, понимают больше, чем все остальные, не они определяют, к сожалению, результат голосования, понимаете. Но Обама прав, что свою избирательную кампанию он уже начал вот так рано. Он очень прав. Я считаю, что он уже сейчас ставит вопросы и о том же самом, опять-таки, о вопросах социального плана, когда говорят о том, что если не изменить систему налогообложения, то американским пенсионерам придется за свое здравоохранение платить еще дополнительные 6 тысяч долларов в год. Я думаю, что к пенсионерам он правильно обратился. Вот с такой легкой фразой, но она доходит до избирателя, она доходит до избирателя вот этой категории. Так что я не стал бы предсказывать успех однозначной Обаме, поскольку очень много то, что называется по-английски heavy odds, против чего ему придется еще очень и очень серьезно сражаться. Хорошо, что пока что республиканцы не едины раз и не имеют сильного лидера, которого можно было бы так положить на весы сегодня на другой чашке, в которых находится действующий президент. Вопрос. Эрнат, пожалуйста. Добрый день. Я хотел отойти от Амельки и грузов по средствам прославства. Я как слышал, вы имели отношение с Казахстаном? Да. У меня такой вопрос. Два месяца назад в некоторых оппозиционных сайтах и газетах Республики Казахстан появилась информация о том, что правительство Республики незаконно продали 100 гектаров земли Китая. МИД, РК, проверка эту информацию, я хотел бы узнать ваше мнение. Вы знаете, что касается фактических данных, у меня нет данных ни за то, чтобы подтвердить, ни то, чтобы опровергнуть. Я знаю, что, безусловно, допустим, при делимитации границы с Китаем, определенные участки земли, принадлежавшие Казахстану, они оказались на китайской территории. Но это был абсолютно законный, абсолютно нормальный, будем говорить так, процесс делимитации границ. Он ни от кого не был скрыт, и никто ничего никому не продавал. Это просто физически и юридически невозможно. Это был нормальный дипломатический процесс, точно такой же, ну, будем говорить так, который мне с российской стороны пришлось возглавлять при делимитации границ с Казахстаном. Кстати, за что меня Насултан Абич даже почетной медалью наградил. То есть мы умели расходиться даже по очень сложным вопросам. Я думаю, что и когда правительство Казахстана принимало вот это решение, оно не поступало с национальными интересами. Я глубоко уверен, что даже те территории, которые возможно отошли к Китаю, Казахстан имел компенсацию за эти территории на каких-то других участках достаточно длинной границы с Китаем. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как будет меняться геополитический вектор России в Закавказье, учитывая, что Грузия, недавно сверстанная с военной стратегией называет Россию своим главным противником? Ну, вы знаете, я бы... Этот вопрос, кстати, тоже в рамках работы Евроатлантической комиссии безопасности. Он находится в центре внимания этой комиссии. Почему? Потому что нельзя создать вот это сообщество безопасности без решения вот таких больных проблем. Но то, что в своей доктрине, будем говорить так, сегодня Грузия называет нас противником, я не счел бы необходимым вот именно на это аналогичным образом реагировать. И не потому, что я альтруист, а потому, что нам нужно понимать, что сегодняшнее грузинское руководство, оно, будем говорить так, оно неадекватно, понимаете, и поставить знак равенства между Грузией как страной, между грузинским народом и Михаилом Саакашвили, это означает просто, ну, недооценивать ситуацию и быть недостаточно политически зрелыми, понимаете. Поэтому то, как нас сегодня величают руководители Грузии, я думаю, не должно нас сбивать на аналогичный подход в отношении этой страны и в отношении грузинского народа. В частности, на полях Мюнхенской конференции безопасности при активном, я бы сказал так, побудительном участии Международного института стратегических исследований мы провели две встречи с представителями, ну, как бы вам сказать, грузинской общественности. не оппозиции, а скорее той части грузинской интеллигенции, которая ближе к Саакашвили. Вот две встречи. Приехали наши грузинские партнеры абсолютно индоктренированы. И на предложение оставить позади август 2008 года и начать думать над тем, как нам восстанавливать нормальные отношения, мы услышали, ну, просто клише. Вы нас убиваете, ваши ракеты стоят у нас на границе, ваши танки, так сказать, готовы сегодня уже быть в Тбилиси, вот, зачем вы это делаете, мы обязательно будем членами НАТО, чего бы нам это ни стоило. Вот, ну, вот такого, да, мы вам сделаем все, чтобы помешать вступить в ВТО. Мы рады, что вы порвали с нами все отношения. Очень хорошо, что Кензмараули больше не продается у вас, поскольку она стала лучше, так сказать, и мы продаем дороже на международных рынках, ну, я предложил улучшить качество боржоми тоже, так сказать, вот. Короче говоря, вот первая встреча, она была исключительно тяжелой и, в общем-то, не оставляла особых надежд на то, что можно и нужно дальше встречаться с этими людьми. Но все-таки, переступив через себя, мы, российская сторона, сказали, если у вас будет желание, мы готовы продолжить эти контакты, продолжили в Риге, они приехали опять. Начиналось приблизительно так же, как и тогда в Мюнхене, вот. Но в конечном итоге почему-то вдруг вышло на то, что ко мне подошел один из членов этой делегации, говорит, Вячеслав Иванович, я вот, понимаете, для своих студентов, там, читаю курс лекций по внешней политике, вот, роли разведки, вот как вы считаете, вот, недавно вышла в Англии книжка, вот, ну, одного из наших предателей, будет так говорить. Вот, как, мол, она... Я говорю, ну, знаете, книжка предателя, это не книжка, вот, это я предпочитаю знакомиться с деятельностью российской разведки и советской разведки по документам. Ну, вы же можете, у вас есть допуск, скажу, а вы знаете, мы издали шеститомник очерков истории российской разведки, построен исключительно на документальных данных, вот, конечно, они доходят до сегодняшних дней, но там о работе советской российской разведки есть подробные данные. Да, простите, скажите, кто издал, значит, кто редактор, вот, а можно ли здесь купить, ну, и другие тоже уже по-человечески, так сказать, подходили, разговаривали, и потом сказали, ну, знаете, давайте мы встретимся еще раз где-нибудь в июне, может быть, опять на нейтральной территории. Ну, вот выбрали мы в качестве нейтральной территории Вильнюс для встречи в июне. То есть вот такой диалог, понимаете, он должен иметь место, но он должен иметь какую-то конкретную цель. Это то, о чем я все время говорю нашим партнерам, о чем говорит Косачев. Цель вот этих вот наших таких вот неофициальных дискуссий. Ну, давайте, как минимум, поставим такую цель, как восстановление консульских связей. Не через кого-то, а через представительство консульских. Для этого не нужно будет нашему президенту делать шаг назад от твердой позиции, не иметь никаких дел с Саакашвили. Понимаете, это можно сделать совершенно по-другому. Если наши консульские представительства работали во франкистской Испании, чего страшного, если вдруг мы опять обменяемся консульскими представительствами. Короче говоря, нужна какая-то конкретная цель, тогда разговор будет предметным. Плюс, ну, все-таки давайте подождем 2013 года, когда Грузия, так сказать, станет немножко иной с точки зрения ее руководства, когда Саакашвили не будет президентом, так сказать. Но по всей вероятности он, как даже наши грузинские вот эти коллеги говорят, наверняка он займет пост премьера, а по новой конституции премьер там наделяется достаточно широкими полномочиями. Вот. Но все равно это уже будет не президент. То есть, дело мы будем иметь с другим человеком. Наверное, не нужно будет там Дмитрию Анатольевичу или Владимиру Владимировичу приступать через самого себя, вступая в переговоры с президентом Саакашвили. Вот я так вижу эту ситуацию. Если вы поняли, что я хотел сказать, нам не надо быть, нам не надо быть адекватны или принимать шагов адекватных грузинским глупостям. Вот. Это мой подход к налаживанию отношений с этой страной, с которой нас связывают века дружбы. И народ, который и сегодня в широкой своей массе, он абсолютно не антироссийский настроен. У меня к вам вопрос как к бывшему директору службы внешней разведки. Как бы вы могли прокомментировать информацию, которая появилась в конце 2010 года о возможном слиянии СВР и ФСБ? Пойдет ли это на пользу службы? Ну, вы знаете, эти разговоры, эти, будем говорить, намерения чьи-то, они существуют с момента раздела КГБ. Вот. И руководство СВР в лице Евгения Максимовича Примакова, вашего покорного слуги Сергея Николаевича Лебедева, сегодня Фродкова. Мы категорически против такого слияния. Вот. Оно ничего, кроме сложности для работы разведки, ничего не принесет. К счастью, к счастью, и Борис Николаевич Ельцин, и Владимир Владимирович Путин это понимали. Понимает это и нынешний президент. Я думаю, что вот эти все разговоры, они кроме как, ну, нервозности в работу и той, и другой служб, вот. И ни к чему хорошему не ведут. Я лично всегда на практике сражался против этой идеи, а для себя я ее игнорировал. Давайте все это вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Большое спасибо вам за выступление. Хотелось бы спросить вот о чем. В последнее время в зарубежных средствах массовой информации, но и в отечестве тоже, появилось очень много ехидных высказываний относительно якобы кризиса и упадка СВР, связанных с тем, что несезвелимы успехи двух одиночек, Меннинга и Ассанжа, то есть ввели их всем известные, и двадцати глубоко законсервированных агентов в США, которые разоблачили. То есть на примере их провала одних группы, хорошо подготовленных и двух одиночек, которые совершили фактически революцию, говорится о упадке с внешней разведки. Насколько вы согласны с такими заявлениями, и как можете прокомментировать? Ну, вы знаете, я всегда исходил из чего? Во всей своей достаточно продолжительной жизни в рядах внешней разведки. Вы знаете, о поражениях разведки знает весь мир, а вот об ее успехах никто не знает. И я считаю, что силу разведки нужно соизмерять, если мы положим на две чащи весов, успехи разведки и ее провалы, ее поражения. Это война, и в этой войне, особенно когда, когда участвует предатель, понимаете, без поражения не бывает. Но моя работа в Индии, почти 20-летняя работа в бьюжноазиатских государствах, в странах, она меня сделала достаточно, я бы сказал, близким к индийской философии, понимаете. Не надо особо восхищаться своими успехами, не надо горько плакать о своих поражениях. Вот в индийской философии есть вот такой итог отношения вот к этим двум полярным явлениям в жизни. Вы должны терпимо относиться и к тому, и к другому. Поэтому я считаю, что не надо особенно горевать по поводу того, что случилось у нас с нашими разведчиками, поскольку предательство, ну, между прочим, со времен Иуды. Предательство есть предательство, и оно остается верным для всех. Оно существует и будет существовать. Но не оно определяет лицо службы, не оно определяет психологию и патриотизм той или иной службы, понимаете. А что касается Викиликс, вы знаете, это достаточно интересное явление. Я не могу квалифицированно как-то охарактеризовать это явление. Я не думаю, чтобы это был продукт деятельности одного, допустим, человека. Я вижу здесь гораздо большее, чем смелость и возможность конкретного человека располагать вот такими документами и аккуратно их выплескивать на обозрение международной общественности. Мне кажется, надо еще пожить и посмотреть и разобраться в этом явлении. Это явление, это гораздо сложнее, чем это сегодня видно на поверхности. Павел Иванович, вы затронули вопрос Индии. Я думаю, у нас есть девочка-индолог, моя однокурсница Лена. Спасибо большое за ваше выступление. У меня вопрос как раз о соотношении дипломатии и разведки, допустим, в случае работы в Индии. Ну, я хочу сказать о чем. Вы знаете, если говорить об Индии, то Индия наш стратегический партнер, реально наш стратегический партнер. С моей личной точки зрения, мы очень девальвировали вот этот термин стратегический партнер, понимаете, стратегическое партнерство. Если говорить о реальном стратегическом партнерстве, то я вижу только одну страну, это Индия. И я говорю об этом достаточно ответственно и серьезно. Я завершил свою дипломатическую работу в Индии в качестве посла присутствием на спуске на воду первой индийской атомной подводной лодки, построенной при российском содействии. Это не символ. Это реальное совершенно стратегическое партнерство. Я не говорю о других сферах наших взаимоотношений. Они не всегда просты. Очень, конечно, ну будем говорить так, очень сложный период времени, через который проходила Россия, вы знаете, он отодвинул на второй план наши отношения с Индией, даже с Китаем, так сказать, вот, когда мы, наверное, справедливо пытались показать нашему совсем недавнему противнику, что мы не медведи с клыками и когтями, понимаете, надо было все-таки где-то и как-то расчищать завалы холодной войны после падения Берлинской стены, а потом еще, вдобавок ко всему, конечно, наш нефтегазовый поток, он ринулся туда, импорт из Европы и США к нам, и мы как-то замкнулись вот в этом пространстве, будем говорить так, в евроатлантическом. Но мы же евразийское государство, можно сказать, и Дальний Восток, это все-таки наши края, и Юг, это наши края, и Центральная Азия, это сфера наших жизненно важных интересов, вот, и нам сейчас приходится временами заново открывать для себя Индию, потому что за этот период времени она проделала такой колоссальный путь, я уехал из предыдущей командировки в 1990 году. В 1991 году начались серьезные экономические реформы в этой стране, и на сегодняшний день Индия очень успешно сочетает либеральные, будем говорить так, принципы развития своей экономики с достаточно четким финансовым контролем. Понимаете, вот Индия прошла этап и даже пик кризиса финансово-экономического, глобального, с наименьшими потерями, если мы сравним ее со всеми другими странами, даже с Китаем. Понимаете, в Индии не разорился ни один коммерческий банк, Индийский резервный банк, как главный государственный банк, не оказал финансовой поддержки ни одному индийскому коммерческому банку. И тем не менее, представляете, развивалась экономика, реальная экономика, а уровень инфляции достиг нуля. Понимаете, это уникальный пример того, как успешно сегодня выстраивается экономическая жизнь Индии. У Индии колоссальный внутренний рынок. И поэтому для нее, ее внешние экономические связи, они не играли такую роль, которую они сыграли для Китая. Понимаете, и Китаю все-таки 700 миллиардов долларов пришлось вбросить для создания соответствующих условий для потребителя на внутреннем рынке. В противном случае, они бы не вышли из этого кризиса. А то, что нам сегодня показывают в качестве примера того, как надо выходить из кризиса, показывает Китай, темпы роста, у Индии поменьше. Да, у Индии с 9, допустим, процентов ВВП. Ну, где-то на пике кризиса, ну, 6,8 десятых. Вот, простите, это же рост ведь, а? А вот у Китая, у Китая этот процент роста, он за счет инфляции, понимаете? Индия вышла на 6,8, при нулевой инфляции. А Китай, свои вот эти успехи, свои там 9 процентов, он, извините, за счет цен. Надо посчитать просто, каков уровень инфляции там. И поэтому, если говорить о реальной экономике, то индийская экономика, она гораздо в этом смысле оказалась здоровее и более приспособленной вот к выходу из таких ситуаций. В значительной степени благодаря очень умной финансовой политике. Поскольку в свое время Индира Ганди сделал очень мудрый шаг, национализировав банковское дело и страховое дело. И поэтому жесткий коридор, который задается резервным банком Индии, он очень жестко контролируется. И если какой-то коммерческий банк из этого коридора выходит, то следуют санкции в виде штрафов, а потом ликвидация лицензии. Все. И вот эти рычаги, плюс до сих пор в Индии существуют пятилетки, пятилетние планирования. И это тоже им очень и очень помогает. И самое главное, что председатель плановой комиссии, это премьер-министр страны, а премьер-министр страны Манмокен Синг, один из талантливейших экономистов с огромной школой Мирового банка, Международного валютного фонда. Заместитель председателя плановой комиссии Алювала, он сам выходец из Мирового банка, так сказать. И поэтому даже первые признаки финансового кризиса в Индии, они были выявлены гораздо раньше, чем во многих других странах, которые считали, что, допустим, до них это не дойдет. В частности, до Европы, которая и сегодня еще борется за свой Евро. Так что, мы вот этот период времени тоже прошли, но я считаю, что с гораздо меньшими успехами. И с этой точки зрения нам надо было бы побольше поучиться у индийцев. Но мы сегодня знаем друг друга очень плохо в силу того, что у нас разорвались те мощные связи и официальные по всем линиям, и общественные связи, культурные связи, которые были присущи для Индии и Советского Союза. Я после приезда в Индию в качестве посла поехал по индийским штатам. И вот вы знаете, допустим, в западной Бенгалии, где мне довелось беседовать с главным министром, я вел разговоры об экономическом взаимодействии, о налаживании определенных экономических связей, торговых отношений на уровне наших регионов и западной Бенгалии, а он меня огорошил чем? Господин посол, товарищ посол, товарищ посол, ну вы скажите, когда мы снова увидим Большой театр у нас в Калькуте, понимаете? Они еще помнят до сих пор 88-й год, когда была неделя Советского Союза в Индии, когда на территории Индии одновременно оказались Большой театр, Мариинка, ансамбль Бахор, ансамбль Моисеева, Березка, понимаете, не говоря уже о целом сонме певцов оперных, эстрадных, Леонтьев, Пугачева, понимаете, это все, вся Индия неделю купалась в нашем разнообразном искусстве, более того, в качестве анекдота почти расскажу, прилетела группа наших академиков во главе с двумя лауреатами Нобелевских премий, Семенов тогда возглавил всю эту группу, и Гур Иванович Марчук, который отвечал в академии, курировал отношения с Индией, и мне мой американский коллега через пару недель где-то, так сказать, там встречались с ним, он говорит, вы русские вообще странные люди, как вы могли в один самолет поместить 25 академиков, весь вас интеллектуальный цвет, а если бы что случилось, понимаете, вот как мы тогда строили свои отношения с Индией, этого сейчас нет, надо сказать, что во времена Советского Союза журналистская организация, так, чтобы вы просто поняли, партийная организация журналистов в Дели насчитывала 27 человек, сегодня 4 человека, полностью отсутствует радио и телевидение, о каких знаниях об Индии сегодняшней может идти речь, мы знаем Индию только по цунами, слонам, змеям, так сказать, также махалу и прочее, прочее, это все то, что относится к истории, а вот Индию сегодняшнюю, самое главное, посмотреть на ее перспективы, мы не в состоянии, потому что средства массовой информации у нас адекватно образ Индии сегодняшней не отражают. И вайс-а-версе, и взаимно то же самое, и до индийцев знания о нас сегодняшних тоже доходят весьма и весьма, я бы сказал, в таком ублюдочном варианте, поскольку мы до сих пор не можем решить вопрос об облегчении визового режима, и в результате бизнес индийский, он идет в страны Восточной Европы, и один из индийцев мне достаточно правильно сказал, говорит, вы знаете, господин посол, ведь бизнес, он как электричество, он идет по пути наименьшего сопротивления, ну что я буду ждать визу полтора месяца к вам, когда я в Болгарию через два дня еду и договариваюсь о каких-то своих делах. Вот что я могу сказать вам в ответ на ваш вопрос. Вы я ответил или нет? Вопрос. Девушка, можно? Здравствуйте. У меня вопрос по поводу ВТО, о котором вы говорили, говоря о Розе. Как вы считаете, ВТО станет ли полезным чем-то действительно для России, или он будет полезен только для тех, кто бывает нефти, газ, и станет просто огромным вы знаете, вступление в ВТО, вот на мой взгляд, это палка о двух концах. Все зависит от того, насколько крепко эту палку будет держать в руках наше правительство. Понимаете? Потому что ВТО, да, конечно, оно предоставляет определенные возможности, но оно нас загоняет в определенные жесткие рамки. Так вот, нам нужно входить в ВТО не на тех условиях, на которых, допустим, входил Киргизстан туда, понимаете, нам нужно обеспечивать для себя такие условия, которые сделают нашу экономику неущербной, которые не приведут к умиранию целого ряда отраслей. Это все зависит от тех переговорщиков, которые ведут переговоры на протяжении уже многих лет. Зависит от того, как мы договариваемся с нашими партнерами, которые поддерживают или не поддерживают нас. В частности, с индийцем мы очень долго вели очень непростые переговоры, но в конечном итоге вышли на компромиссные варианты, договорились о многом. Поэтому, мне кажется, что сам факт вступления в ВТО еще не обрекает нас на успех или на неудачу, или на поражение. Все зависит от того, какова будет тактика нашего правительства и экономическая политика нашего правительства. Вы говорите о нефти и газе. Ну, сегодня, чем отличается ситуация? Мы все на нефтегазовой игле, никуда от этого не деться, надо это менять. Без вступления в ВТО или не вступая в ВТО, надо себя самих поменять. Вот ведь в чем основная задача. Если мы себя можем менять, нам никакие ВТО не страшны, и мы только будем позитивные стороны этого ВТО использовать для себя. А если мы будем продолжать дальше восхищаться ростом цен на нефть, ну, грош нам цена. Благодарю за выступление, очень интересная и много полезной информации. Работав какое-то время в США и федеральных органов исполнительной власти, видишь такую вещь, когда в России разбалансирована система «верд�ы». То есть, если, допустим, допущен системный сбой федеральной организms поступления и власти существует версия 2004 года. Они до настраиваются, меняются министры, но если допущен системный исход, то министерство разбалансировано. Это министерство образования на окне, где вопросы промышленной технологии занимается министерство образования и существующие министерства промышленности торговли. А вопрос sobre В США, допустим, это Apple, Microsoft, сравнимы с министерствами, но у них есть философия исправления ошибок. Если система допускает в бой, она исправляется. Мы видим, что наш президент пользуется тем же от ПАЭПА, под сам себя и мотивирует, чинит. То есть тут, если бы такой совет существовал не только на внешнеполитической арене, но и на внутренней. Такие люди, как мы входили в этот совет, и страны могли дать какие-то советы нашему руководству по налаживанию системы, используя грамотный опыт, используя дискуссионные представления. Это что, вопрос или предложение? Нет, дело вот в чем. Каждый должен заниматься тем делом, в котором он считает себя и другие считают его компетентным. Если вы хотите знать мою оценку, я очень высоко оцениваю действительно системность американского подхода к решению многих проблем. Системность. Вот, например, я считаю, что для американского посольства сегодня в Дели абсолютно все равно, кто будет послом, потому что работает система, работает посольство. А вот для нашего посольства не все равно. Да, вот, допустим, Кадакин или Трубников, там могут работать, и их принимают, их воспринимают. Я не уверен, что какой-то другой дипломат сегодня будет воспринят так же, как Кадакин или ваш покорный слуга. А это уже восприятие посольства. Это очень плохо. Это очень плохо. Почему? Потому что должно работать посольство. Система должна работать. А что касается, вот, вы знаете, американцы тоже ведь монстра создали, Министерство внутренней безопасности. Вот. А у нас этих монстров, ну, три. Вот два, которые вы упомянули. И Минсоцразвитие, понимаете, это же тоже, так сказать, вопрос, Минсоцздрав, это же тоже ведь, извините меня, система здравоохранения, социального обеспечения. Это разные абсолютно вещи. Совершенно разные. Вот. Наука, наука и образование, это разные вещи. И поэтому система может работать в каких-то определенных рамках, где вот начинаются и кончаются пределы компетенции этого министерства. А не обрастает лишаями, мхом, понимаете, в виде каких-то дополнительных служб, придатков. Это несерьезно. И я считаю, что, конечно, нам, нашу систему, министерство, ее нужно пересматривать. Она показала уже свою неэффективность. Вячеслав Иванович, завершая нашу встречу, хотел бы задать несколько иной вопрос. Сегодня поднимались глобальные проблемы, серьезные международные вопросы. Какова была ваша студенческая жизнь? Какой самый яркий момент в вашей студенческой жизни, в ГИМО? Я, конечно, догадываюсь, какой момент может быть, но хотелось бы услышать вашу. Может, все-таки ваша супруга закончила в ГИМО тоже? Как была ваша жизнь? Ну, вы знаете, будем говорить так, семейственность у меня здесь в рамках этого института с моим поступлением начала процветать. Вот поскольку ГИМО закончила моя сестра, она тоже индолог, на радио работала, сейчас уже на пенсии. Языки урду, хинди, английский. Моя жена хинди, маратхи, английский. Моя дочь, датский, английский. Короче говоря, вот так вот. Хотя сегодня моя дочь говорит, слушай, лучше бы я пошла бы в ветеринарный техникум. Это потому, что у нее два огромных ротвейлера, которых она очень любит, дрессирует, выставляет на выставках. Но это в качестве шутки. Но, тем не менее, я хочу сказать, что в целом вся жизнь, все шесть лет, которые я учился в этом институте, это сплошной яркий момент. Это, понимаете, учиться в таком вузе, это не просто престижно, это исключительно интересно. И я горжусь тем, что наш курс, и, наверное, Алексей Шестопалов не даст соврать, был достаточно сплоченным, интересным курсом с интересными людьми. У нас были очень интересные педагоги, очень интересные руководители нашего учебного процесса. Я горжусь тем, что часть нашего выпуска, она пополнила ряды профессорско-преподавательского состава МГИМО. А сам факт того, что, хотя это не с нашего курса, но факт того, что выпускник МГИМО сегодня ваш ректор и академик, это о многом говорит, понимаете, это институт, это явление, которое воспроизводит самое себя, которое является абсолютно самодостаточным, является исключительно авторитетным среди всех учебных заведений вообще в мире, понимаете. И учиться здесь, это яркий кусок жизни, я бы так сказал. Вот, поэтому я не буду выбирать что-то из своей студенческой, так сказать, жизни. Конечно, вот существование тогда очень интересной преддипломной практики, которая была 6 месяцев, понимаете, это гораздо лучше и больше, чем сегодня, когда в Индию приезжает на 3 месяца человек. Ну что за 3 месяца он повертелся, прошел все подразделения посольства, что-то понял, что-то увидел. Но надо хотя бы оставить чуть-чуть времени на осмысление того, а что ж ты увидел-то? И вообще, пойдешь ли ты в МИД, пойдешь ли ты в журналистику, пойдешь ли ты в бизнес после этого? Это то, что, в общем-то, помогает сделать принципиальный выбор между госслужбой и частной инициативой, понимаете. А для этого вот 6 месяцев, я считаю, в посольстве поработать надо было бы каждому. Вот, что я могу сказать. Спасибо вам всем. Спасибо. Аплодисменты.